Яков Исидорович Перельман, занимательная арифметика. Сколько мне недель, дней, секунд? «Мне столько-то лет, а сколько мне дней?» спрашивает кто-нибудь из публики и немедленно же получает с эстрадой ответ. «А сколько мне секунд, если возраст мой такой-то?» ставит вопрос другой и тоже получает не менее быстрый ответ. Как же выполняются подобные подсчеты? «Сколько мне недель?» Чтобы научиться по числу лет быстро определять число заключающихся в них недель, нужно только уметь ускоренно множить на 52, то есть на число недель в году. Задача. Пусть оно перемножить 36 на 52. Счетчик сразу же без заминки говорит вам результат – 1872. Как же он его получил? Решение довольно простое. 52 состоит из 50 и 2. 36 умножается на 5 через деление пополам и получается 18. Это первые две цифры результата. Далее умножение 36 на 2 делается, как обыкновенно. Получают 72, которые приписываются к прежним 18. То есть 1872. Легко увидеть, почему это так. Умножим на 52, значит умножить на 50 и на 2. Но вместо того, чтобы умножить на 50, можно половину умножить на 100. Отсюда понятно деление пополам. Умножение же на 100 достигается припиской 72. 36 умножить на 2, отчего каждая цифра увеличивается в 100 раз, передвигается на 2 разряда влево. Теперь понятно, почему гениальный счетчик так быстро отвечает на вопрос «Мне столько-то лет, сколько мне недель?» Умножив число лет на 52, ему остается только прибавить еще к произведению седьмую часть числа лет, потому что в году 365 дней, то есть 52 недели и один день. Каждый 7 лет из этих избыточных дней накапливается лишняя неделя. Примечание автора. Нетрудно вести поправку и на высокосные годы. Конец примечания. Сколько мне дней? Чтобы по числу лет быстро определить число дней, счетчик прибегает к такому приему. Половину числа лет умножить на 73 и приписывает 0. Результаты будут искомым числом. Эта формула станет понятна, если заметить, что 730 это 365 умноженное на 2. Если мне 24 года, то число дней получим, умножив 12 на 73. 876 и приписав 0 8760. Само умножение на 73 также производится сокращенным образом, о чем речь впереди. Поправка в несколько дней, происходящий от высокосных лет обыкновенно в расчет не принимается, хотя ее легко ввести, прибавив к результату четверть числа лет. В нашем примере 24 разделить на 4 – 6. Общий результат, следовательно, 8766. Указанным далее приемами ускоренного умножения эти операции облегчаются до чрезвычайности, и миллионный результат получается очень быстро. Советую читателю попробовать произвести то же вычисление и обыкновенным путем, чтобы на деле убедиться, какая экономия во времени получается при пользовании указанной формулой и приведенными далее приемами. Я родился ранее 1918 года, 22 ноября. Каждые 22 ноября возраст мой увеличивается на 365 или на 366 дней, но после 1918 года я причисляю по 365 или 366 дней уже не каждый 22 ноября, а каждый 5 декабря. Таким образом, требуемая поправка сделана, и вводить ее вторично, как требуют некоторые читатели, было бы ошибкой. Прием для вычисления числа минут читатель после сказанного в следующей задаче не затруднится найти самостоятельно. Сколько мне секунд? Если возраст спрашивающегося выражается четным числом не большим 26, то на этот вопрос также можно довольно быстро ответить, пользуясь следующим приемом. Половину числа лет умножают на 63, затем ту же половину множат на 72, результат ставят рядом с первым и приписывают три нуля. Если, например, число лет 24, то для определения числа секунд поступают так. 63 умножают на 12 – 756, 72 умножают на 12 – 864, и в результате записывают 756 миллионов 864 тысячи. Как и в предыдущем примере, здесь не приняты в расчет высокосные годы. Ошибка, которую никто не поставит вычислителю в упрек, когда приходится иметь дело с сотнями миллионам. К тому же ее можно исправить, прибавив число секунд, заключающихся в количестве дней, равным четвертой части числа лет. На чем же основан указанный здесь пример? Правильность нашей формулы выясняется очень просто. Чтобы определить число секунд, заключающихся в данном числе лет, нужно лета, в нашем примере 24, умножить на число секунд в году, то есть 365 на 24 на 60 на 60. 31 миллион 536 тысяч. Мы делаем то же самое, но только больший множитель, 31 тысяча 536, разбиваем на две части. Приписка на ли сама собой понятна. Вместо того, чтобы умножить 24 на 31 тысяча 536, умножаю 24 на 31 тысячу 500 и на 36. Но и эти действия мы для удобства вычислений заменяем другими, как видно из следующей схемы. Остается лишь приписать три нуля, и мы имеем искомый результат. 756 миллионов 864 тысячи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok